и ставим ведро с находками сколько у нас получилось получилось нехило 12 с половиной килограмм ну что ребята вот они наши 12 с половиной килограмм это находки найдены за сезон 1489 короче полтора килограмма советский ва 63 в общем 2 килограмма всем ребят привет как вы знаете сезон уже подошел наверное вообще во всех регионах уже снег лежит и это означает что нужно делать обзоры своих находок что отыскали за сезон у меня в руке тяжелое ведро вот на тяжелое ведро ребята с находками которые мы отыскали тут имеется все монеты металлопластика шмурдяк и сегодня будем делать обзор того чего я отыскал вкуснях достаточно много не обращайтесь на задний фон у меня до сих пор продолжается ремонт так что не обессудьте да кстати сейчас мы это ведро взвесим сколько чего там получилось берем наши ребята весы и ставим ведро с находками сколько у нас получилось получилось нищего двенадцать с половиной килограмм кстати придя с гаража я в гараж отвозил мешок с кормом видите да корм 15 килограмм он лежал у меня в гараже с тем что я перевозил вещи смотрите сколько весит у нас мешок почти 8 килограмм пакет ребята упакован у тебя упакованный было 15 килограмм вопрос куда и делись еще 8 килограмм за три дня ну что ребята вот они наши двенадцать с половиной килограмм это находки найдены за сезон внушает до внушительная такая кучка и сейчас давайте мы будем разбирать все это дело смотреть что здесь будет интересное монетки тоже отдельно отберем интересный для раз мы конечно же все это дело помоем и видим потихоньку разбирать что же у нас тут все-таки за сезон интересно когда приезжают копы времени чистить нет совсем на то она зима и предназначена приводить в порядке разрядывать что интересно отыскали и сейчас будем смотреть кстати здесь встречается частично вот такие вот осколки я их тоже собираю ребят именно донцы с надписями так и будет наверное еще обзор по стеклу металлопластики ой металлокерамики что интересное отыскалась ладно посмотрим что из этой кучи добротного у нас будет приятного просмотра ну а давайте посмотрим по монетам советские монеты ребята сколько у меня получилось за сезон советских монет так 1489 короче полтора килограмма советских давайте посмотрим медь медь немножко потяжелее будет и посмотрим медь 263 в общем два килограмма в общей сложности получилось перевесно в общем два и полтора три с половиной килограмма ребята три с половиной килограмма монет ну что теперь давайте потихонечку будем рассматривать то что у нас накопилось это я считаю что сопутка это предметы которые встречаются наверное всегда везде и это предметы быта людей это вот в данном случае самоварные всякие причиндальки краники паровички также имеются ребята замочки очень приятные замочки они встречаются братья чилинь ахарев в общем много таких замочков очень приятно если они рабочие причем замочки имеются с ключиками надеюсь ключик подойдет из данных замочков так дальше у меня были вот такие ребята зажигалки вот вы знаете как они выглядят в целом три зажигалки дальше все у нас вот такие вот есть накладочки ручное вот такая вещь интересная очень интересная вещица в данном случае я предполагаю что это от подсвечника вот так вот где-то был наверное подсвечник вот так вот снизу конечно же подстава интересный сюжет очень интересный поехали дальше ну а дальше тоже ребят предметы которые встречаются везде и повсюду это у нас ребята в предмет иконской упряжи их встречается огромное количество сотнями сотнями вот такая вещь интересная то что она прям знаете живая то есть здесь имеется кожа это тоже нас предмет конской упряжи бубенчики мини колокольчики тоже кстати почему-то я не вижу здесь у меня еще должно быть два но почему-то нету наличие вот такой вот интересный сюжет ребят позолоть посеребрена причем здесь стоит вот видите какая-то проба не знаю что за проба сейчас может быть вместе с вами помоем узнаем то что у нас друг внутри конечно тоже встречается это всякие пломбочки затем вот такие крышки я их тоже собираю причем почему собираю они тоже имеют реальные деньги их тоже собирают коллекционирует жиглевский пивозавод именно цифровая номинация интересных 16 4 3 26 в общем вот такие вот тоже интересные вещички стоят хороших денег и есть люди которые их коллекционер поехали дальше что было еще интересного из сопутки не все вам показывают по старине как вы знаете по стране и мы тоже ходили вот один из наконечников у меня оказался ведерки я обязан его показать то что это у нас тоже встречается вот такой старинный рыболовный крючок до выжил у ребята выжил ложечки тоже видите ряд ложек но они почему-то маленькие у меня были и большие видно я отдельно складывал такая вещь кто спросит что это такое в общем ребята шурфили мы как-то один дом именно фальшивого монетчика где были найдены рубль фальшивый это для плавки то есть заливали форму это огневоупорные в общем здесь расплавляли металл возможно серебро возможно медь латунь олова так как фальшивые рубли были скорее всего расплавляли здесь олова вещь интересная рекомендую видео посмотреть шурфили мы тогда дом фальшивого монетчика поехали дальше ну а дальше одна из моих любимых тем это металлопластика именно пуговки есть конечно пуговки стандартные стандарт это у нас лысые и вот такие со звездой лысые вот такие есть такие пуговки они пошли у нас после революции вот морская тематика имеется тоже два вида образца этих пуговок то есть два разных вида вот не пуговки морские есть царского есть советские также орляночка в основном преобладает металлопластики вот они орляночки достаточно бодрые хорошие внешние виды но есть еще и разница в следующем есть орлянки которые на пушках в этом году я откопал где-то еще две пуговки вот это именно орлянка который имеется на пушках видите да орел сидит на двух артиллерии дальше было интересное находки это у нас также артиллерия но сейчас я вам покажу интересные пуговки которые были так ищу еще интересного но их чистить над конечно вот такой крест непонятный что за крест напишите пожалуйста но это всем известно да эта связь почта советская эпоха вот такая интересная нечастая пуговка артиллерия второй полк приятная дальше арси артиллерия орляночка это у нас я так понял минздрав здрав предупреждает и ты троечка между прочим не все пуговки у меня здесь есть я не знаю почему может не нашел есть такая тоже советская эпоха пуговка лесника так что вот так вот с моей любимой темой очень достаточно много было пуговок именно пуговки гирки это 17 18 век вот запонки были запомка 1 запомка 2 запомка 3 так и чё у нас орленка тоже вот и в этом году единственные у меня была к по ушка знаете да так фокус к по ушка это личная гигиена вот она подвешивалась женщина на поиске сожалению верхняя часть утрачена так обломки часто встречаются от икон от крестов поехали дальше также смотреть металлопластику дальше что у нас ребят интересного пожалуй начну вот с этой находки кто-то может быть не знает кто-то опытный более опытный сразу скажет что этот предмет церкви церковной утвари и именно сейчас будем рассматривать церковные ты у нас является лампадка подвешивалась вот за этот крючочек где и здесь у нас стояла свеча вот это у нас лампадка свое время практически в каждой избе это у нас было в красном углу по крестам достаточно неплохо было в этом году вот сверх естественно ничего не было за исключением двух крестов вот этот крест очень приятный очень приятный и чуть позже в разделе металлопластики я вам еще покажу когда буду показывать вам крест и иконки которыми попались также крестики мужские натильные женские образки в общем стандартный набор находок обломки тоже собираю есть серебро но почему-то я не знаю серебро мать-матушка так ломает вот в частности смотрите вот серебряные крестики и вот все они вот смотрите как изогнута вот это все царское серебро вот так вот ребята что дальше из крестиков были или нет интересные сюжеты не могу понять вот тоже была интересная вещица не знаю что это в общем как-то получилось вот так вот по церковной металлопластики вот печалька печальная пропеллер давайте дальше вернемся у нас стол длинный так что движемся находкам вот к этой вот кстати будет еще очень вкусно по монетам будет конкретно продолжается разбор металлопластики давайте пожалуй начнем колечки почему металлопластика потому что они бывают иногда красивые ажурные в общем всякие всякие серебро латунь зачастую медь и сделают из колечек также к металлопластики я отношу значки данном случае это значок в лксм ранний были советские награды в частности это у нас отличник авиации достаточно редкий экземпляр их два вида идет по наградам у нас всего было не очень много три медали причем одна медаль у нас вместе с планкой была найдена вот такая вот медаль очень приятно то что это 30 лет советской армии вот такая медаль дальше сама одна из распространенных у меня их было несколько но почему-то опять здесь только одна видно не все находки я сбрасывал ведерко где-то еще в закромах наверное же по царизму было всего-навсего одна медаль такая вот приятная очень приятная сохранщик неплохой дальше металлопластика всем интересно начну пожалуй справа ну я бы не сказал что это металлопластика это советская эпоха где-то тридцатые года это сберегательная касса были в свое время сберегательной кассы типа сейчас ячеек в банке только только эта ячейка хранилась непосредственно у владельца дома и когда она набиралась до полна в банке сберегательной кассе вернее открывали замочек и оттуда все вынимали грубо говоря это была копилка дальше вот такие вот предметы тоже встречаются ребята рабочий первого класса что такое не знаю какой то наверное номерной жетон 4654 это у нас предмет декора наверное мебели пряжки в этом году царских не было но были вот такие вот советские пионер и звезда дальше была пряжечка по старине женская пряжка приятная это тогда когда мы рубль нашли николаевский дальше по иконкам складнем что у нас было интересно был на один целый вот такая вот с тремя створками зачетная будет чиститься вот но мне кажется все таки сохран здесь удручающий потому что ладно время покажет сейчас мы это все закроем эту сворку я прям на копе чистил и видите сразу проглядывать силуэт тогда не было видно вообще ничего обычный кусок железа так крест кто-то скажет киотный крест да я тоже предполагал но вот это навершие говорит об ином это на присту над престольный крест его носили на шее здесь как мне говорят возможно были мощи святых и предмет достаточно редкий и интересный это мне озвучили специалисты дальше такой печальный тоже был такую часто встречаются большие кресты часто ломается по лугам и вот в данном случае тоже поломанный искал я нижнюю часть так и не нашел были две створки большие створки такие вот очень приятные моим камрадам кое-каким повезло больше так что я думаю помните да вот искали огромный крест семейный крест такие тоже болен посыпались монеты тоже встречается часто это вот в данном случае от весов бывает бирочки от промышленной техники вот это вот одна из самых интересных по старине буковка а это если не ошибаюсь супруга николая был у нее свой полк который подчинялся именно ей приятная вещь реставрация тоже будет знали дальше по монетам ну а по монетам ребят получилось вот такая вот это советы это только советы достаточно большая куча монет вы уже наверно знаете полтора килограмма здесь общее число не знаю пишите комментарии в конце видео я озвучу сколько штук именно здесь монет здесь серебро советская просто фсср вская латунь медный никель вот такая куча пишем комментарии узнаем кто самый такой догадливый среди вас ну а следом ребята у нас идут медные монеты медных монет тоже получилось при достаточном количестве сохран монет разный вот так что что из этого получится не знаю чистка покажется зима длинная все вы увидите все услышите как у нас получилось есть крупные монеты да ребята такие крупные монеты до сих пор встречаются 3 копейки серебром что это что у нас это пятачок ребята кольцевик были катя лиза я их почистил и уже разыграл на стриме вот у меня было два катина в этом сезоне и один лизин все мы разыграли уже на стриме общее число ребята получилось внушительное три с половиной килограмм монет по находкам получилось вот как то вот так вот это у нас ребята за сезон и как я уже понял это не все что я отыскал где-то часть вами находится непонятно где их по коробочкам по баночкам раскидываю в общем получилось неплохо да а да кстати ребята я вот смотрю что прохожу здесь наверное что-то у меня интересное в пачках я храню не всегда а что-то хрупкая о да это интересно это ребята вещь приятная братья комаровы одну реставрацию мы с вами разыгрывали на стриме очень это вольный завод причем смотрите сколько уже наград у него дальше что еще было сюжет сюда положил так это на смерть ленина это тоже погребной я имею да когда умер ленин и вот такие вот знаете делали траурный так называемый знак крест вот такой вот печальный реставрироваться будет у меня таких крестов просто нету в наличии и пришлось его все равно будет реставрироваться ну и вот такая вот и ранее ребята 21 по 23 год звезда молот и плуг приятная вещица ну как то вот так вот ребята получилось еще раз вам хочу сказать присылайте мне свои находки результаты своих копов за сезон было бы приятно и интересно с вами посмотреть поделиться кто чего нашел пожалуй сейчас я некоторые предметы посчитаю помою и самое интересное вам вашему вниманию покажу так что продолжаем смотреть вкусное еще впереди ну давайте подведем итоги на мой взгляд давайте начнем с монет трешка серебром очень шикарный внешний вид очень не сколов яс болячек не будет монета будет чистая вообще супер огонь катя лиза почему я эти монеты рельеф очень высокие в частности для лизы это великолепный они обычно затертые здесь просто шедевральные но монеты стандартные обычные были еще несколько монеток это монеты денежка александр 2 и николай 1 эти монеты в принципе тоже хорошие бодрые и считаются как бы дорогими дальше по монеткам были и наземные монеты такие два экспоната абсолютно одинаковые так предполагаю да что за монеты в свое время я узнавал сейчас уже не помню также это иноземная это и вот это вот но здесь не все монеты как я уже раз повторюсь находки которые были найдены почему-то в этом ведре все нету частности как вы знаете недавно я вам показывал видео где я нашел игровую двадцать пятого года оказывается в этом году у меня вот игра настоящая 25 настоящий его 25 вот эту монету придется чистить до чистого металла и потом накладывать искусственную патину не знаю как чистка покажет ну вот эту монету в принципе можно сохранить еще патину но не знаю тоже придется наверно обдирать всю патину потому что неровный слой лежит так что вот так вот и еще было еще на то есть в этом году три было двадцать пятого вот такая не менее интересные пол копейки 1927 год сохран хорош вот такое чудо когда отбирал монеты я даже как ты не помню что у меня есть вот такая вот монетка сманисты медная где тогда ты тогда не знал что есть такое у меня серебро ребята серебро царская советская все здесь это банально я вам просто показываю серебро которые являются одним из желанных покопателей получилось вот так но вы знаете что у нас был еще клад но это отдельная тема дальше по металлопластике хочу отметить то что мне интересно ребят это вот братья комаровы кто-то может быть скажет вам всякую ерунду показывать но для меня это самые интересные находки металл потому что тонкий чтобы он дожил до наших времен по колечкам колец у меня был тоже в изобилие но вот это кольцо хочу отметить отдельно что за кольцо не знаю эпоху не знаю и для чего вот это сквозное отверстие тоже не знаю пишем в комментарии есть здесь специалист среди вас по металлопластике по крестам могу отметить и этот крест хороший большой штурвал приятный крестов было тоже в изобилие такой вот крест тоже хочу отметить это самый большой крест который я находил целый складень чистка покажет какой сохран сейчас сказать невозможно но я его отмечаю как одна из интересных металлопластика в этом сезоне была медалька вот этот за крымскую это единственная медаль у меня за перу мировую до первой мировой вот такая сначала ее отбросил в советский монеты но потом смотрю это все таки же ребят медаль материнство ну и под конец ребята моя любимая тема это пуговки пуговки в этом году разнообразные снова хочу сказать у меня была где-то гренада ею мать найти не могу значит я вам показываю не все находки которые я нашел в этом году как что вот такие вот ребят находки достаточно неплохого экземпляра полдня потратил на разбор этого ведерко и вашему вниманию показал то что можно найти за сезон достаточно хочу сказать что немало вот так что это вот получилось меня ребят вкуснях в принципе предостаточно много я вам еще даже не показывал так что все